МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала «Россия» продолжает «Вести Ульяновск». Студия Гульнара Шарипова. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Готовность 90%. Новый водовод в Черноклинском районе планируют достроить до конца года. Ходить и ездить воспрещается. Почему на красноармейской людей хотят заставить платить за проход к собственному дому? Расскажем. Но есть и двери, которые при желании открыть легко. Помощь президентская платформа «Россия – страна возможностей». Только в нашем регионе за пять лет работы ее участниками стали сотни тысяч человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В воде «Быть» в Черноклинском районе продолжается строительство нового водовода, который свяжет райцентр, а также поселки Октябрьский и Мир. Объемы работ впечатляющие. Продолжительность нового водовода превышает 20 километров. По словам специалистов, готовность масштабного объекта более 90%. Летом же у строителей будет во всех смыслах жаркая пора. Пока позволяет погода, необходимо сделать многое. Выполнено 22 километра, даже более 22 километров. Смонтировано 49 водопроводных колодцев. Выполнено два перехода автомобильной дороги подземным способом. Идем с переживанием на 97 дней. И до конца года работы планируется завершить. Стоимость проекта составит 151 миллион 800 тысяч рублей. И по результатам этих работ порядка 15 тысяч человек получат качественную питьевую воду. Живительная влага в этих населенных пунктах была, но ее качество оставляло желать лучшего. А потому к временным трудностям в виде разрытых траншей и работающей техники местные жители относятся с пониманием. На первом этапе были пробурены новые скважины на Архангельском водозаборе. На втором этапе построен новый водовод от станции водоподготовки до поселка Октябрьский. Сейчас идет третья стадия строительства магистрального водовода до Мирного и Чердаклов. На протяжении многих лет в нашем поселке была вода низкого качества. И, конечно, даже с плохим запахом. Работы, кстати, идут очень быстро. Мы наблюдаем, приходим, посмотреть в свободное время, как идут работы. Ну, конечно, всем очень нравится. Реконструкция и строительство системы водоснабжения в Чердаклинском районе стали возможными благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В дальнейшей перспективе продолжение реконструкции системы водоснабжения в Заволжской части области. «Новый водовод» – это путь к здоровью. Что может быть важнее, говорят герои нашего следующего материала, которых, можно сказать, лишают возможности получить вовремя даже экстренную помощь. Путь к их дому «Тернист», дорога к многоэтажке оказалась во владении частника, и за проезд к своему жилью людей хотят заставить платить. Речь идет о доме 140 на улице Красноармейской. О патовой ситуации, но вот нюдь не шахматной партии. Репортаж Эдуарда Истомина. Ленинский район, похоже, обживает перы. На Красноармейской 140 перекрыт проезд к многоэтажке. Земля перед ней во владении частника. Ходить и ездить здесь воспрещается. Частная собственность – это священная корова. Когда господин Камалиев поставил свои ворота, у нас баки мусорные остались здесь. То есть для того, чтобы мусор вывезли, нам пришлось эти баки вытаскивать на улицу. Автопарковка на городской улице. Материалы для квартирного ремонта волочат вручную от трассы. Страдают и родители. Детские коляски они транспортируют вручную. Ведь частная собственность – это священная корова. Обходя эти ворота, там еще бордюр невозможно. Поэтому приходится тащить на руках все сумки, всех детей. Проезд экстренных служб затруднен. Не от ложки и пожарным дорога сюда заказана. И это вместо законного проезда с разворотом. А все потому, что частная собственность – это священная корова. Собственник выдвигает условия о выкупе, либо об обмене земельного участка. Врисовывается кругленькая сумма шестью нолями. Она, конечно, для жильцов этого дома не посильна. И единственный способ решения этого вопроса – это подключение властей. Однажды они подключились. Установили публичный сервитут, но собственник успешно оспорил его у Фемиды. Проиграв последние суды, чиновники развели руками. Я вот, например, был уверен, что он пойдет судиться. Мы тоже были уверены, что мы выиграем все суды. В ситуацию вмешался Народный фронт. Его эксперты считают, что дело на грани абсурда. Им непонятно, куда зрели чиновники в городском архитектурном управлении. Его руководитель Наталья Гордеева взяла огонь на себя. Вы подписывали? Моя фамилия, мое. Вы подписывали, да? Я подписывала. Сервитут. Я подписывала. А вот, видите, получается, вы подписали не совсем корректные документы. Изначально под многоэтажку выделяли землю, но ее зачем-то раздробили на два участка. Их поставили на кадастровый учет. Далее застройщик продал 11 пятачков в фирме прокладки. А уж фермачи сбыли его физическому лицу. Поэтому здесь единственный вопрос. Ревизировать как-то в судебном порядке итоги всех сделок. И требовать признание права общей совместной собственности жильцов на этот участок. А в последующем его присоединять к этому участку. Сплыло и другое. Спорный участок благоустраивали за счет бюджета, поясняет Андрей Егорочкин. Теперь он чужой. А народные деньги разбазарены. Проезд к дому, который на сегодняшний день, вот вы видите, заасфальтирован. Это благоустройство. На сегодняшний день эти вложения как бы ушли впустую. Потому что они находятся на чужом земельном участке. Жителям дома намекнули, что вопрос решаем. Но за звонкую монету, дескать, оформляйте частный сервитут и платите хозяину. А можно, как вариант, проложить другую дорогу. В качестве альтернативы почему-то фигурирует этот участок. Он сзади дома на Красномейской 140. Но по факту это и есть смена сшила на мыло. Ведь у этого пятачка тоже есть собственник. И если его владелец пойдет в суд, то он выиграет это дело. Люди за годы порядком нахлебались таких псевдозабот. А фраза «работаем и контролируем» их раздражает. Такое впечатление сложилось, что они в большей степени занимаются отписками. Второе, то что они не могут никаких предложить вариантов решений для жителей. Подписывают якобы специалисты, а по факту страдают люди. В ходе диалога чиновники обещали доложить главе города о ситуации на Красноармейской 140. А еще запросить информацию у других ведомств. Может тогда станет ясно, кто из профи-специалистов прокололся на этом злосчастном сервитуте. Эдуард Истомин, Михаил Державин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. В правительстве области прошло первое заседание Координационного совета по реализации в регионе проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это площадка, которая перед самыми лучшими открывает двери больших кабинетов. И место, где каждый участник стремится к развитию. Свой билет в будущее получают и школьники. Артем Петров продолжит. Прозрачная карьерная лестница, по которой взбираются самые достойные платформа «Россия – страна возможностей» объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. Это открытая площадка для общения талантливых, а главное – неравнодушных людей разного возраста. Только из Ульяновской области за пять лет работы президентской платформы ее участниками стали сотни тысяч человек. У нас более 140 тысяч участников от региона нашего принимало участие в проектах «РСВ». Сейчас у нас предварительная достигнутая договоренность о том, что мы становимся тоже держателями этой базы финалистов и полуфиналистов. И, соответственно, наша задача их интегрировать как кадровый резерв в направление экономики для решения экономических и социальных задач в регионе. Из общего числа участников от региона до финала дошли почти 900 человек, а больше 300 стали победителями. В этом году у нас очень хороший опыт. 17 человек вышло в полуфинал и два победителя для региона – это достаточно такая серьезная победа. Ежегодное количество тех, кто заходит на платформу «РСВ» становится больше. А значит, тем, кто ищет себя и стремится к результатам, важна поддержка. Проект «Россия – страна возможностей» направлен на то, чтобы помочь людям самореализовываться. Возможности, которые есть у нашего региона – это привлечь молодых талантливых людей, реализовывать проекты в своем регионе. Один из передовых проектов платформы – «Лидеры России». Это конкурс, который помогает отобрать кадровый резерв для региональных и федеральных ведомств. А, например, школьники и вовсе – самые массовые участники РСВ. Билет в будущее ежегодно собирает сотни тысяч талантливых детей со всей России. В нашей платформе на сегодняшний день 26 конкурсов проекта. Они абсолютно разной направленности, как и для школьников, так и для студентов, и для тех, кто уже является управленческим резервом нашей страны. Если говорить о Булиановской области, то, конечно же, это у нас стратегический регион, потому что уровень вовлеченности жителей региона в наши проекты очень высокий. «Россия – страна возможностей» – это не только поддержка талантов, но и привлечение в регион лучших практик. Финалисты конкурсов платформы становятся ценным капиталом, который уже помогает развивать свою малую родину. Артем Петров и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. День защиты детей – подарки к 1 сентября. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» действует в регионе более 15 лет. И в этом году, благодаря ей только в областной столице, соберут в первый класс 7 тысяч детей. Более подробно в нашем следующем сюжете. В семье Сатаровых две девочки. Обе – красавицы и умницы. Младшая Василиса в свои шесть уже имеет внушительный список увлечений и наград. Она у меня любит танцы, ходит на танцы, танцует. Ходила в подготовительную школу 46-ю. Окончила с благодарностью. Ей дали сертификат. А в День защиты детей еще и вручили подарок. Он очень пригодится в сентябре на первых уроках. Там мне нужны тетрадки, учебники, ручка. Сегодня у нас здесь 10 будущих первоклассников. Все они из семей, которые нуждаются в помощи. И в то же время они отличились в каких-то конкурсах, являются лауреатами различных премий. Город поможет собрать в школу более 7 тысяч ребят. Общий размер помощи составит почти 14 миллионов рублей. Сегодня действительно отмечаем важный праздник в стране – День защиты детей. Мы все понимаем, что дети – это наше будущее. И наша с вами обязанность дарить им свою любовь, внимание и заботу. Праздничный день ульяновским семьям вручили жилищные сертификаты. С начала этого года благодаря ему жилищные условия улучшили 26 семей. Мы стояли на очереди с 2018 года. Дальнейше планируем взять квартиру в ипотеку, расшириться. Очень рады безмерно. Ульяновск участвует в этой госпрограмме уже 18 лет. За это время 513 молодых семей приобрели свою квартиру, либо начали строить дом. Городские власти намерены расширить программу, чтобы как можно больше молодых супружеских пар смогли воспользоваться этой поддержкой. Гульнара Шарипова, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск. В деревне Протопоповка тоже уже собрали первоклассников в школу. При поддержке ТОС детям устроили большой праздник. А пока малыши веселились, взрослые обсудили задачи по модернизации села. Мирокопову подробнее. Рюкзак, пеналы, тетрадки, карандаши. Каждому деревенскому первокласснику помогли собраться в школу. В этом году в первый класс отправятся рекордные семь человек. Чтобы создать веселый настрой на лето, при поддержке ассоциации ТОС для детей организовали развлекательную программу. Танцы, песни и другие активности. Без подарков не остались и сторожилы Протопоповки. Каждому из них вручили пакет с продуктами. Хочется выразить слова благодарности ассоциации ТОС за такой прекрасный праздник, за помощь в организации этого праздника. Я думаю, что такое мероприятие останется в сердцах и в памяти каждого ребенка. Улучшения есть и делаются они во многом так же, благодаря силам жителей самих. Сейчас все не молчат, очень много деревни расстраивается, очень много приезжают сюда жители, они такие активные, это очень хорошо. Общими усилиями местных жителей и депутатов зажгли на улицах фонари. Сейчас обустраиваются дороги, есть планы по строительству спортивного городка. Жители собрали более 245 тысяч для того, чтобы принимать участие в конкурсе. И как только сейчас будет объявлен конкурс, мы будем принимать участие. Для нас это очень и очень важно. Сам населенный пункт не попадает ни в какую инфраструктуру по благоустройству, поэтому мы пошли по пути именно через народный бюджет, через местную инициативу. На пути Протопоповка и к организации Центра здоровья. Сейчас городские власти оформляют документы на помещение, где он разместится. Привезем вам стажеры, попал к дисциплинарской ходьбе. Мы будем помогать всем можем. Самое главное, хочется что от вас, чтобы вы жили долго и сейчас, вы дружно. Так и отметили детский праздник. Рисуя сердечки и цветочки, хлопая в ладоши и топая ногами, весело встречая летние каникулы. Мира Акопова, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Все репутации, друзья. Лето во дворах. Оно должно быть не менее интересным, чем загородом. Именно поэтому одноименный проект уже не первый год успешно реализуется в Ульяновске. Стартует он сегодня, 3 июня, и по плану охватит более 20 тысяч детей. Что в программе, расскажет Элла Шахова. Лето – это время, которое не должно утекать сквозь пальцы, а должно наполняться радостью, здоровьем и смыслом, чтобы, когда наступил учебный год, не было мучительно больно за бездельно потраченные месяцы. А потому квесты, эстафеты, спортивные турниры, веселые разминки прямо во дворе. Уже не первый год и в Содружество спортивно-досуговых клубов «Симберцит» так занимает детей на летних каникулах. Организатор спортивной массовой работы проводит с детьми все спортивные дворовые игры, учит основам и правилам. Это и волейбол, и пионербол, и вышибалы, и те же элементарные классики. Очень часто проводятся турниры между дворами, то есть два организатора встречаются со своими детьми и проводят соревнования. Моё любимое – это пионербол. Я его люблю больше всего, потому что у меня в нём очень хорошо получается как ловить мячи, так и бросать на другую сторону противника. Ребят ждут спортивные мастер-классы с именитыми чемпионами, а ещё такие масштабные события, как Велодень, Олимпийский день, День физкультурника. Кроме того, запускается программа «Трудовое лето для подростков». Заработать смогут ребята, которым исполнилось 14 лет, согласно законодательству нашей страны. Сначала два года я волонтерила, в этом году я буду официально трудоустроена. Я занимаюсь в трудовом отряде в качестве вожатого. Но не только вожатым, также в течение смены мы с коллективом ходим убирать Чёрное озеро. Посетители парка Чёрного озера ежедневно оставляют там несколько десяток или даже сотен мусора разных бутылок. Но мы стараемся это исправить. На 2000 юных ульяновцев уже сформированы заявки, но есть резерв. Количество рабочих мест может увеличиться. Желающие подработать могут обратиться в Сибирцит и Управление физкультуры и спорта Ульяновска. Они вставляют заявку. У нас формируются трудовые отряды как в районном городе, так и привязка к конкретным школам по месту жительства. Дети могут заниматься как в школе, допустим, работать в библиотеке, обслуживать книги, так и работать на приусаденном участке. Также они могут работать и в парках. За 10 рабочих дней дети смогут получить более 4500 рублей заработной платы. Различные клубы, которые входят в Содружество Сибирцит, летом также открывают группы временного пребывания. Совершенно бесплатно с ребенком здесь будут проводить, в том числе и творческие занятия. В общем, лето должно быть до краев наполнено радостной деятельностью, чтобы к сентябрю подростку самому захотелось замедлиться. Взяться, как говорится, за ум, сидя за школьной партой. Элла Шахова, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск. К этой минуте у нас все. Мы продолжаем следить за главными событиями в регионе. Оставайтесь с нами. Академия российского телевидения объявляет прием заявок для участия в 23-м всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион». Подробности на сайте tefi.ru Сейчас в Ульяновске плюс 26. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok «ТЭФИ-регион»